приветствую вас дорогие друзья вы на канале шьем сырешей с вами ирина коновал и сегодня у нас неожиданное видео для тех кто любит шить одежду хочу в этом видео вам показать что можно сделать когда вы просто умеете шить небольшая предыстория о том как это было вот эта сушилка она буквально мне приснилось потому что я знала что у меня на участке на дачном выросло много зелени и я понимаю как мне хочется ее сохранить огромная морозилка уже полная этой зелени и думаю как сохранить эту зелень еще есть же возможность сушить зелень естественным образом уснула с этой мыслью и проснулась вот с этой вот понимаю что мне нужна вот такая сушилка конечно все рождалось буквально на ходу я нигде ничего не подсматривала я знаю что есть готовые такие сушилки которые продаются в магазинах есть электросушилки электросушилка у меня тоже есть но мне хотелось чтобы зелень сохла в естественной своей среде поэтому вот я такую сушилку придумала и я ее сделала хочу вам показать из чего она состоит здесь у меня шесть отсеков четыре из которых маленькие и два из которых вот такие глубокие и я делаю вывод ребята я вам сразу говорю я делаю вывод что можно все отсеки делать глубокими потому что так удобнее закладывать зелень хотя вот в этих четырех отсеках прекрасно высох лук просто идеально когда я с этой мыслью проснулась я поняла что мне такую сушилку надо я пошла в мастерскую искать из чего же ее сделать и нашла у себя подайте пожалуйста вот этот вот фатин держите у меня есть вот такой фатин я как-то покупала его для своих целей но этот фатин вообще не для сушилок он для одежды вот такой крупнозернистый я посмотрела и думаю отлично подойдет для сушилки потом я бросила глаз на шляпу шляп с ними вот такая у меня есть шляпа пляжная и я подумала что отличный диаметр отличный диаметр для сушилки и я буквально наложила вот так шляпу и вырезала все вот эти вот свои детали дальше вот эти донышки я вырезала потом стала вырезать вот эти бока сначала я в бока настрочила молнию молнию сначала я в бока настрочила молнию меня не было много времени на пошив мне нужно было срочно сделать сушилку поэтому я буквально ее наложением на строчила на фатин раскрыла и разрезала фатин внутри все я тут даже вообще ничего не обрабатывала может вы не будете делать настолько просто как я но мне нужно было чтобы у меня уже был результат и верхняя вот эта ткань используется для компьютерных кресел вы ее может быть часто видели она немножко такая с поролоном но в то же время дышащие сами основные круги это основа вот эти цилиндры разной величины на них настрочена молния благодаря этой молнии они отлично раскрываются смотрите как удобно использовать что закладывается зелень очень легко и все ярусы так открываются вот так 1 2 3 и вот все остальные также после того как я сначала все детали швы у меня смотрят вот сюда наружу и я понимаю что мне нужно все это окантовать косой бейкой косая бейка вот такой косой бейкой я все окантовала это обыкновенная покупная косая бейка обыкновенная она отлично закладывается как работать с косой бейкой мои дорогие у нас аж три видео на канале хотя мы все это используем для одежды самый простой способ обработки я использовала вот здесь чтобы сделать вот такую красивую обработку цвет я выбрала под цвет вот этой ткани поэтому получилось вот так чудесно но многие спрашивали что же я поставила как основу почему она держит форму мой дорогой муж сделал для меня вот такую проволоку это обыкновенная металлическая проволока после того как я вставила эту проволоку я зафиксировала ее вот здесь капроновой нитью специально мы вот это все раскрыли чтобы вам показать потому что так она в основном все закрыто но есть еще один вариант зафиксировать эту проволоку вот здесь мы тоже все раскрыли чтобы вам показать вот такой тонкой проволокой буквально один виточек сделали и все это можно убрать обратно в косую бейку сверху я сделала вот такую ручку вот эта ручка для того чтобы было удобно переносить но на самом деле чтобы сушилку не перекашивала от нагрузки крепится она за вот эти две петли по поводу проволоки хочу сказать что можно использовать и другие варианты крепления я использовала то что было у меня под рукой что мне по-быстрому сделал муж а на самом деле у нас в швейном деле очень много разных вариантов каркасов это и ригелиновые косточки для корсетов и много много разных вариантов поэтому смотрите что есть у вас это из чего вы можете сделать такой каркас дорогие я рада что могла сегодня поделиться своей радостью что вы теперь у меня есть вот такая сушилка и вы тоже можете сделать ее из того что есть у вас холодильнике ой мастерской потому что все это у нас есть и фатин и молнии и косые бейки пишите комментарии понравилась ли вам эта идея потому что ее может выполнить на самом деле каждый ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами ваша ириша следующий раз будем шить одежду пишите лайки я считаю что получилось великолепно